30 минут о стильном и красивом, что делает жизнь интереснее, а людей добрее. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Стартовал четвертый сезон проекта «Модель Икс», который посвящен правилам стиля и тенденциям моды. На этот раз поменялся и состав партнеров, и контингент, в том числе и возрастной самих участниц. Как раз снимем его сейчас и познакомим. Меня зовут Наталья, предприниматель. Меня зовут Ольга, я директор компании. Меня зовут Марина, по профессии я программист. Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Меня зовут Лариса Кирюкова, я занимаюсь недвижимостью. Меня зовут Нина, я по профессии кондитер. Меня зовут Мила, занимаюсь я страхованием и туризмом. Меня зовут Даша, мне 15 лет, я учусь в школе. В проекте «Модель Икс» теоретические занятия, уроки стиля за партами у доски сменяются модными практиками. И первая из них по традиции проходит в магазине косметики. Я съела эту маску, кто-то сказал, наверное, скорую надо вызывать. Тут пришли керамиды, а тут уже и пептиды подгоняют. Где руки, покажите мне? Кто-нибудь знает, что такое змеиный пептид? Вот почему они такие маленькие? После того, как проект «Модель Икс» изменил критерии отбора участниц, заявки стали поступать самые разные и неожиданные. Так возрастной диапазон участниц четвертого сезона удивил даже самих организаторов. В этом сезоне у нас появились молодые участницы. В предыдущем третьем сезоне самой старшей было 73 года. В этом году у нас появились школьницы. Это говорит о том, что программа курса востребована у женщин всех возрастов, тех, кто интересуется темами стиля моды и имиджа. Все, в принципе, стремления вот к этому меня радуют, что все стремятся выглядеть идеально. То есть даже в 15-16 лет, а это вообще как бы, это замечательно. То есть если они сейчас научатся ухаживать за собой, дай бог, там в 40-50 не будет тех проблем, с которыми очень многие женщины приходят. Общество не стоит на месте, такие интересные тектонические изменения происходят в теме моды и стиля. Возраст отменен, его теперь не существует. И одни и те же приемы в гардеробе или в макияже можно использовать для женщин разных возрастов. Первая модная практика по традиции проходит в магазине косметики. Девушки учатся ориентироваться в многообразии предложений, задавать правильные вопросы консультантам, а иногда даже отказываться от привычных установок, которые устаревают быстрее, чем к ним привыкаешь. Проблема у всех, вот знаете, в комбинации средств. Вот они что-то отдельно видят, и они не понимают, как это вообще впишется в другой уход, который они делают. У них такая дилемма возникает. Надо или взять тогда полностью что-ли линейку, или каким-то образом все-таки это как-то соединяется. Поэтому я все чаще стала показывать вот этот микс. Как это соединяется, что можно добавить даже. Может быть, у них какой-то там крем стоит на полке любимый. Ну и жалко как-то с ним расставаться. То есть вот эти вот миксы мы постоянно стали с ними рассматривать. Что можно соединить с чем. Даже вот волосы, лицо, неважно. На теме подбора косметики, уходовой и декоративной, мы еще остановимся подробнее. А пока об изменениях в программе проекта. Специально под запросы участниц проекта мы ввели в программу блогерок. У нас уже прошло первое занятие с известным блогером Челябинска Соней Гудим. В этом году особенностью проекта является то, что одна из модных практик пройдет на территории российского бренда, челябинских дизайнеров, которые производят и успешно продают одежду на территории всей России и за рубежом. Генеральный партнер проекта Модель Икс – сеть магазинов корейской косметики Тони Молли. Высокое качество, огромный выбор и только лучшие проверенные бренды. Магазины сети корейской косметики Тони Молли расположены по адресам улица Красная, 69, торговый комплекс «Космос», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга». Продвижение личного бренда. Этой теме сегодня посвящено бесчетное количество мастер-классов, семинаров, вебинаров онлайн и офлайн-встреч. Мы же с коллегами решили раскрыть эту тему в рамках проекта «Инстачек». Напомню, он посвящен раскрутке инстаграм-аккаунтов. Говорит, мам, новый инстаграм. Я говорю, что это такое? А такого еще у нас тут не было. Я вообще даже знать не знала про такую площадку. Мы растем, развиваемся. Просто себе это позволить не можете. Не работаешь? Отдыхай. Я замужем за свои работы. Тем более мне подсказали, что надо иметь всегда две странички. Блин, отметьте меня, пожалуйста. Я вообще за любой кипиш. Он мне просто позвонил через инстаграм, и он матом орет. Бывают разные неловкие ситуации. Все. Все правильно. Все бесит. Я получаю очень много вопросов о том, как продвигать свой личный бренд через инстаграм. И вообще, зачем это нужно? Страница профессиональная и страница личная. И как раз этой теме мы и решили посвятить новый выпуск проекта «Инстачек». Сегодня тему личного бренда разберем на примере двух аккаунтов. Руководителя собственной типографии Людмилы Алябьевой и специалиста по недвижимости и ипотеке Светланы Севастьяновой. С инстаграмом девушки на ты. Но все равно остается масса вопросов, которые хотелось бы задать тому, кто в них лучше разбирается. Я являюсь руководителем и основателем типографии. В общем, все, что связано с печатью – это мой профиль. Ипотечный брокер. Помогаю людям решить самый главный вопрос – где жить. Это интересно очень, общение с людьми. Получается, ты всегда находишься в центре событий, то, что происходит в Челябинске. Потому что ты заранее уже все знаешь, печатный материал, ты все готовишь. Я, честно, кайфую от того, что работаю в этой сфере. Потому что очень приятно, когда люди пишут тебе слова благодарности после сделок. Сделки не всегда простые, но от этого ты понимаешь свою ценность именно как специалиста. Потому что, на самом деле, хороших, классных риэлторов, брокеров, их не так много на рынке. Инстаграм у меня появился благодаря детям. Они говорят, мам, новый Инстаграм. Я говорю, что это такое? Вот, прикольная тема, давай попробуем. Мы года два назад, три назад, наверное, стали выкладывать фотографии и просто использовать как фотоальбом. Камп-то у меня появился в 2014 году. Как раз я только устроилась на работу. Я вообще даже знать не знала про такую площадку. Сотрудники были там зарегистрированы, то есть зарегистрировался я. Поначалу это было все в личной тематике. Дальше больше закрутилось. Стали уже добавлять какие-то фишки, знакомства. Годы с 2017 я уже начала именно продвигать себя в плане специализации своей. Инстаграм-компании, он больше как каталог. Можно полистать уже и товар, товар, что мы делаем. Появилось понимание, куда и в каком направлении двигаться. Опять же, сейчас я продолжаю развиваться в этой теме, потому что для бизнеса это очень клевый инструмент. И Светлана, и Людмила используют личный аккаунт в Инстаграм для продвижения своего дела. Помочь девушкам определить границы личного и профессионального на своих страницах помогает SMM-эксперт Анна Косинкова. Это машина, которая запоминает, как ты живешь. Во сколько ты выкладываешь истории, во сколько ты выкладываешь фотографии, когда, как часто ты выкладываешь. Я приучила свою страницу, что я выкладываю раз в два дня. То есть вот, допустим, у меня пост в понедельник, следующий у меня пост в среду. То есть я приучала свой Инстаграм в течение месяца работать вот так. Я за лайф, как говорится, я за жизнь в Инстаграме. То есть ты должна ненавязчиво продавать свои услуги. Если у тебя Lucy Print – это твоя работа, то твоя личная страница – это про тебя, про жизнь. То есть ты можешь точно так же снимать жизни в студии, жизни с брендами, со своими, которые ты делаешь. Это футболки, бокалы, маски. Не надо это делать, допустим, в каждой публикации. То есть на каждую не нужно. У тебя две про жизнь, три – я на работе. Если у Светланы понятно, что она через личный блог себя как эксперт продает, и ей нужно реально подписи на фото, экспертные посты, и все остальное – это тебе нет. Прибираешь свою шапку профиля, добавляешь свои контакты, чтобы человек, да, кто на тебя подписан, мог сразу перейти к тебе в WhatsApp и написать. Ты так же интересный как человек, который может дать рекламу и рекомендации. Прибираем актуальные истории, то есть ставим просто красивые обложки, Instagram про красоту, это мы делаем просто красиво и все. А по ленте нет. Живите, пожалуйста, на своих личных страницах и показывайте свою жизнь. Как мне продвинуть свою страничку? Может быть, воспользоваться услугами блогеров? Ну, здесь даже больше не блогеров, да, а людей, которые у тебя покупают. То есть к тебе пришел покупатель, да, твой клиент, попроси его тебя отметить. То есть любая отметка, да, любой какой-то актив от твоего клиента, он будет тебе плюсом. Это новая аудитория. Подари. Пусть тебя просто отрекламируют, да, и расскажут, где была сделана эта инстаметка. Все покупают не через коммерцию, да, покупают именно у людей. Сейчас люди, они уже хотят общаться непосредственно там с руководителем, видеть это все близко. Инстаграм дает такую возможность, я могу продемонстрировать там в прямом эфире, пообщаться со своими заказчиками, показать какие-то новинки, ответить на вопросы. Катя, 500 подписчиков, она тебя отмечает. Люди такие, о, Катя купила квартиру через Светлану, да, отдай-ка я зайду. Они зашли, твоя страница их цепляет, да, потому что там есть все. Там написаны информационные посты, и кто ты, твое лицо есть. Они на тебя посмотрели, такие, о, надо подписаться, чтобы не забыть, тебе не нужны блогеры. По тегам обязательно смотришь, то есть сегодня ты поставила, да, там, типография Челябинск, завтра-послезавтра ты его не ставишь. Потому что, понимаешь, вот он, как говорится, свежак выводит. Ну, в принципе, с 2017-го или даже 15-го года Инстаграм очень сильно поменялся. То есть раньше было проще набрать аудиторию, да, там, разместив какой-то пост. То есть сейчас это все более сложнее. Поэтому СММщик – это крутой специалист, который нужен, я считаю, там, любому блогеру, если ты хочешь, да, там, масштабироваться, расти, увеличивать свою аудиторию, то в любом случае тебе нужен специалист, который будет продвигать тебя и продвигать твой бренд. Что бы ты посоветовала тем, кто продвигает свой профессионализм, свой продукт через личный блог в Инстаграм? Связывайте это все со своим личным. То есть здесь личный блог работает хорошо, когда твой продукт идет как бы невзначает. Сегодня я на работе, вы отмечаете, чем вы занимаетесь, да, то есть человек переходит к вам на страницу, да, он вас смотрит, но он может вообще не знать, да, что у вас есть там магазин одежды, да, или там салон красоты, к примеру, да, то есть он посмотрит, скажет, о, классно, значит, я знаю хозяйку, да, всего этого мероприятия. Посмотрев девочек, да, их личные блоги, я могу сказать, что они с этим очень хорошо справляются, да, то есть я рекомендую Светлану своим друзьям, потому что я вижу, как она живет, как она работает, как она подходит к этому, то есть я понимаю, да, что это надежный человек, к которому можно обратиться. Также я не знала, что у Людмилы есть типография, то есть я это увидела через ее личный блог и заказала подарок на 8 марта. Люди покупают у людей, им важно видеть вас, как представителя бизнеса, да, в вашем же инстаграм-аккаунте. Зима – не время сидеть дома. Все, что нужно для комфортной зимы – это красивый и теплый пуховик. Давайте выбирать вместе. В магазине Ахара более трех тысяч пуховиков. Прямые и широкие, длинные и короткие, приталенные и оверсайз. Модно будет все. Можно найти классические расцветки и более яркие цветовые решения. Понравятся модницам и эксклюзивные модели с необычными вставками и меховой отделкой в самых различных вариациях исполнения. А шапочки и перчатки дополнят образ. Мужчинам в этом сезоне повезло не меньше. Строгие деловые пальто, удобные парки, спортивные модели. В Ахара комфорт, тепло и качество превыше всего. И, конечно же, детская коллекция. Универсальные, легкие, максимально теплые пуховики для детей и подростков порадуют ваше чадо в суровые морозы. Аляски, парки, пуховики, теплые пальто. Размерный ряд поражает. А практичность и комфорт каждой модели пуховиков и курток – основные преимущества Ахара. Для удобства покупателей в магазине Ахара можно быстро оформить беспроцентную рассрочку. Магазины Охара расположены по адресам Проспект Победы – 163 напротив Теплотеха, Проспект Ленина – 71 у Алого поля, ТРК Космос – второй этаж, ТРК Родник – второй этаж, а также магазин Snow Image в ТРК Алмаз. Урал – не Сахара. Одевайтесь в Охара! Новый ориентир качества – ярко-зеленый цвет. С октября крупы Маква выпускаются в новом дизайне. Изменения коснулись всего ассортимента, а это два десятка наименований, среди которых не только популярные рис и гречка, но и более редкие, например, кукуруза или ячка. Упаковка стала не только ярче, но и функциональнее. Теперь не нужно подолгу искать строчки о пищевой ценности продукта. Вся инфографика на лицевой стороне на всех крупах в варочных пакетах. Это так называемые КБЖУ, килокалории, белки, жиры и углеводы. Также мы осовременели нашу упаковку. Мы поменяли ракурс фудзоны с вид сбоку на вид сверху. Мы ввели дополнительный дифференцирующий элемент на упаковке – это паттеры и ложка, цвет которой меняется в зависимости от крупы, которая зафасована в упаковку. Чуть позже упаковка цвета свежей зелени появится и на линейке зерновых хлопьев. Новый дизайн – не единственное изменение. Этой осенью компания расширила ассортимент риса. С октября компания «Макфа» запустила новинки. Это рис «Жасмин» и «Басмати» в варочных пакетах, и рис для плова, крупа в пленке. Данные сорта риса популярны в Азии, но, я думаю, в России среди наших покупателей новинка будет пользоваться спросом. Теперь разнообразить обед или ужин станет еще проще. Полный ассортимент продукции «Макфа» можно приобрести в фирменном магазине в поселке Рощино. Найти его несложно. Сначала нужно следовать по Свердловскому тракту, с трассы повернуть направо, затем на развязке уйти влево – в Рощино. Магазин расположен неподалеку от производственной площадки «Макфа». Это пиццерия «Перчик». И прямо сейчас мы расскажем о новинках меню этой сети. Пицца «Звезда» – фирменное тесто, соус, курочка, свежие томаты, кукуруза и сыр моцарелла. Раскатанное тесто прокатываем роликом, поливаем соусом фирменным, закладываем помидоры, кукурузу и сыр. Делаем пять разрезов. Все наши юные гости – это маленькие звездочки, поэтому это пицца для них. Пиццерии «Перчик» открыты в восьми городах нашей области. Также работает доставка. Проект «Леди Мармелад» – арт и фэшн. Перезагрузка девушек размера плюс сайз на днях с успехом стартовал. Участниц ждет трехнедельный интенсив с занятиями по психологии, актерскому мастерству, вокалу, хореографии и, конечно же, грандиозная работа со стилистами. Итогом станет мега-шоу со спецэффектами, художественными номерами и дефиле. Ну а пока состоялась первая встреча участниц и организаторов. Уже настоящие участницы конкурса «Леди Мармелад» ждали его старта еще с февраля. Однако открытие проекта постоянно переносилось. И вот настал момент, когда мы можем узнать, что же из себя представляют будущие конкурсантки. Я не пою, не танцую. Да-да-да. Я пою одну единственную песню в караоке, когда все уже пьяные. Гаррика Сукачева, моя бабушка курит трубку. Дома, когда что-то делаю, у меня все время в ход летит там, не знаю, расческа, еще что-нибудь. Я думаю, это в детстве пройдет, но оно как-то не проходит. А мечтаюсь, там, о косметологе, о визажисте, там, и я бы попила бы и поплясала бы, а тут сразу все в одной кучке. Ну, в маленьком городке и с моими форумами, как говорится, я все время комплексовала и комплексую все еще. Хочу раскрыться как женщина на этом проекте. Я потеряла себя. В моей жизни нет меня. Хочу команды, хочу интересных и интересных вот таких моментов. Немножко заинтересовал моделинг. Вот, возможно, у меня получится, возможно, нет. На конкурс я пришла, наверное, вернуть вот огонек. Веселое, интересное все. Надо раскрыться тебе. Переменам, Олечка, согласна, к любым, как бы, ну, не на усы. Хочется немножко взорваться и вернуться в какие-то эмоции. Женщины абсолютно разные. То есть у нас есть медсестра, там, социальный работник, психолог, который тоже пришел за чем-то новым, работник с завода. То есть, как бы, профессии абсолютно разносторонние. Каждый раз это по-разному. Потому что люди как живой организм. И проект – это целый живой организм, который будет двигаться в своей динамике. Поддержать девушек сегодня пришли участницы первого сезона клуба «Леди Мармелад» и все, кто разделяет стиль бодипозитив. Мне очень хочется сказать девочкам слова, которые, может быть, в тот момент, мне бы, да, как толчок было. Я хочу девчонкам сказать, что конкурс красоты – это не какая ты красивая, как ты красиво ходишь. Это вот внутреннее твое красивое содержание, которое вот тебе на две минуты, вот получить драйв на сцене. И хорошее послевкусие после конкурса. Вот если это будет, значит, ты в конкурс пришла не зря. Главный совет от участниц прошлого сезона – не пропускать ни одного занятия. Ведь программа настолько уникальна, что после каждого интенсива остается море эмоций. Да и организаторы с партнерами – сами по себе люди харизматичные и талантливые. С нами работает Михаил Кусков, он является критерным директором. Это человек, которому я бесконечно восхищаюсь, и он может генерировать любую идею. В этот раз еще у нас большая будет именно стилистическая и внешняя перезагрузка. И за этим всем будет заветовать Ольга Харитонова. Я буду отвечать именно за внешнее преображение. То есть это начинаем с головы, да, это цвет волос, это стрижка. Кому это нужно, естественно. Я проведу мастер-класс, как скорректировать фигуру для женщин размера плюс. Да, это именно одежда, не спортом и едой, а именно одеждой. Ирина Налимова тоже, она будет проводить у них несколько дней тренингов. А да, мы тоже можем ее отнести, конечно же, несомненно, к наставникам, потому что психологическая часть – это большая составляющая успеха проекта. Чем меня привлек этот конкурс и чем мне привлекла вообще эта идея? Тем, что собрали вот как раз тех девочек, которые всегда оставались где-то за гранью нашей там, светской жизни. И я считаю, что это здорово, что есть такая возможность сейчас проявиться, появиться, показать, побыть с собой, действительно поменять разные образы, повзаимодействовать с собой, ну, модные. Трицы, королевы, действительно выйти и получить удовольствие. То есть как-то не сконцентрироваться на проблемах, на работе, на семье, а действительно побыть с собой, поменять эти образы, поиграть, побыть этой девочкой, которой когда-то они были и, возможно, когда-то не очень их там любили или как-то. А здесь их любят. Мариса Кашикина, она педагог по вокалу, практикующий педагог, до сих пор поет на сцене, эстрадная певица. Люди преображаются в этом конкурсе, люди осуществляют свою детскую мечту, получают удовольствие от конкурса. Ну и, конечно, кому-то мы очень помогаем раскрыться в вокале, в частности, я наставник по вокалу, и поэтому приятно это осознавать, что частичку ты в них вложил. Аркадий Демин, да, Даршан, он педагог по восточным танцам, тоже его все площадки города очень хорошо знают. И Паша, хореограф, тоже постановщик многих шоу. Просто было интересно, как они из закрытых, таких вот, закомплексованных зерых пташек превращались в таких вот девушек-фамп даже иногда. И после вот этого опыта мне стало интересно, я сказал, я хочу работать с вами дальше, я хочу быть в таких проектах. Уже на первой встрече стилист проекта Ольга Харитонова спрашивала девушек, готовы ли они менять свою внешность. Почти все ответы оказались положительными. Ну а насколько радикальными будут перемены, мы узнаем совсем скоро. Источником стресса для многих людей является работа. Ну а поскольку стресс – это причина многих болезней и несчастий, от него необходимо всеми возможными способами избавляться. Как именно поменять свое отношение к работе, знает Екатерина Карпенко, руководитель известного рекрутингового агентства. Всего каких-то 20 лет назад многие и представить не могли, что работа может приносить удовольствие. Тогда вариантов найти работу по душе было, откровенно скажем, немного. Да и самого понятия «любимая работа» как такового не существовало. Выпускники школ шли учиться в местные вузы и техникумы, получали дипломы и далее по накатанной. Сегодня на первый план вышел интерес к работе. Важная тенденция, которую сейчас демонстрирует современное новое поколение. Разные есть нюансы. В основном это поколение, рожденное уже в конце 90-х, начало 2000-х. Они следуют за мотивацией. То есть они выбирают свою работу не по принципу «я должен работать», «я должен социально состояться». Они выбирают профессию по признаку «хочу» или признаку интереса. Вот это самая сложная тенденция, с которой сейчас мало кто умеет справляться из работодателя. Эти молодые люди выбирают для себя комфортное и счастливое настоящее. Ведь две трети их жизни пройдет именно на работе, на любимой работе. Интересная профессия становится сродни хобби. Задачи – приятным времяпрепровождением. А дополнительной мотивации и не нужно. Человек выбрал работу мечты. И хорош тот работодатель, который эту ситуацию попытался понять, принять и трансформировать на благо предприятия. Она есть изначально у всех. На самом деле можно хотеть бежать на работу мечты. Алла Пугачева однажды сказала, если ты встала утром и не можешь не петь, ты певица. То есть смысл – моя жизнь – это пение, выражать то, что я хочу через пение. Или как великая балерина, мой кумир Екатерина Максимова говорила, что у меня все болит до того момента, как я выхожу на сцену. Как только я выхожу на сцену, я забываю сразу про всю боль и я танцую спектакль. То есть у каждого, не только у великого художника, актера, писателя, есть вот этот огонь внутри своей задачи, которую он может нести. Этот огонь внутри нас создает движение, желание жить и двигаться вперед. Вот так вот внутри бабочки начинали шебуршать, когда он говорил про работу мечты. Если там, где вы работаете, нет у вас бабочек, нужно срочно с этим разбираться. Психологи и бизнес-коучи сегодня много говорят о хобби, как о составляющей успеха и счастья. Хобби может приносить вдохновение и дать силы ходить на работу. Либо оно может приносить доход, само превратившись в работу. Всегда говорят, а что вот выбрать? Я хочу пойти делать то, что я хочу, но там я не умею зарабатывать. Или вот я работаю, уже там стал финансистом, потому что так хотели родители. Там я умею, у меня большая зарплата, но не вдохновение. Рекомендую совмещать. Скажите себе, что вы сдаете себя просто в аренду. Вот сейчас вы свои умения, знания, опыт вот сюда в этой компании сдаете в аренду. А вот здесь вы начинаете развивать свое творчество. И какое-то время вы это можете совмещать. Может быть даже годы. Постепенно, пока не начнете укрепляться в том, что вы делаете. А может быть вы и так и всю жизнь выберете. Но здесь у вас будет отдушина, где вы дышите и можете спокойно развиваться. А здесь вы вкладываете в работу. Поэтому не надо делать резких решений и заявлений. Можно компромисс находить и двигаться в двух плоскостях. Чтобы найти свое призвание, достаточно обратиться к прошлому. Самый правильный путь вспомнить, что вам нравилось в детстве. В детстве мы никогда не ошибаемся. Потому что у ребенка еще нет вот этого социального давления, что престижно, что модно, что нет. И он двигается по своей душе. Если вам нравилось заниматься авиамоделированием, стройте сейчас яхты, друзья. Если нравилось танцевать, пожалуйста. Тоже не идите за модой, выбирайте свои движения. Отыскать свое я, поверить в свое дело и не позволять никому ставить под сомнение свои мечты. Наша главная обязанность перед самим собой. Очень часто просто это обесценивается. Мы обесцениваем сами себя, свои качества. Когда мы позволяем людям говорить, что нет, неправильно ты чувствуешь. Вот так правильно. И когда мы думаем, да, действительно, как-то что-то не то, наверное. Мы обесценивали раз, мы обесценивали два, обесценивали когда-то, может быть неосознанно, неявно, родители, учителя, работодатели. И вот это живое существо, внутри нас горящая душа, творческая женщина, творческий мужчина, мы закрыли в шкаф и убрали. И сказали, нет, мы не можем, потому что у нас есть сейчас обязательства, деньги, и я буду делать как правильно, а не как я хочу. Задача потихоньку открыть этот шкаф, достать эту творческую душу. И когда нарабатывается сила быть устойчивым в том, что тебе говорят, когда он идет за своим огнем и не боится его сохранить и быть устойчивым, не позволить никому его загасить, тогда получаются вот эти горящие глаза. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и поддержите нас лайками и комментариями. А на этом выпуск завершен, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok